Добрый день, друзья! В этом видео я хотел показать, как смывать старый лак с работы. Для того, чтобы освежить лак, то есть поменять его. Или же для того, чтобы дописать работу. Вот я сегодня хотел дописать немножко две работы. Для этого нужно снять лак. Как я помню, я покрывал это домарным лаком когда-то в свое время. Вот этой работе больше 10 лет. Вот этой, может, немножко поменьше. Здесь особо не сказывается. Влияние старого лака. Немножко, возможно. Вот здесь влияние очень сильное. Как видите, вот такой, это называют галерейный оттенок, когда и само масло немножко желтеет, и желтеет, коричневеет старый лак. Даже какой-то зеленоватый оттенок. Вот такой вот на кепочке у парня видно. Желтый оттенок по деревьям. То есть я не мог писать в таких оттенках, в таких коричневатых. Это изменение со временем. Изменение красок и, в том числе, изменение лаков. Лаки у нас домарные, акрилостирольные немножко сюда не подходят. Домарный лак желтеет со временем, коричневый становится со временем. Причем с быстрым временем, 10-15 лет, в зависимости от качества лака, от качества смолы. Его освежают, то есть смывают лак и наносят новый, как правило. Как смываются... Вот я, наверное, с этой работы начну. Как смывать старый лак. Для этого нам нужен скипидар. Лаки... Ну, домарный лак... Домарный лак – это раствор смолы домара в скипидаре. 70% скипидара, 30% смолы. Этот же скипидар его же и спокойно отмоют. Вот. Но тут есть такой момент небольшой по поводу срока годности скипидаров. Скипидар... У скипидара пенена... Ну, это одно и то же. Пенена – это высоко очищенный скипидар. У него очень маленький срок годности. Кто-то по разным источникам 2-3 месяца считает, что у него нормальный срок годности. Кто-то до полугода. Дело в том, что на кислороде, когда банка уже открыта, пенен осмоляется, скипидар осмоляется. Можете почитать лекции Михаила Девятого. Там все это очень подробно описано. Очень огромная работа по выкраскам. Причем на протяжении больших отрезков времени, 50 лет и более. Вот. Скипидар осмоляется. Его нельзя вносить ни в краски. То есть по этой же причине нельзя использовать старые лаки. Вы, наверное, знаете, такое, может быть, встречали, когда покроешь лаком, а лак как бы не сохнет, он все время липнет. Вот это оно и есть. Это осмолившийся, окислившийся скипидар, который становится полностью невысыхающим. Такой скипидар нельзя вносить в краски. И лак тоже нельзя вносить, работать с краской. При большом проценте такого разбавителя, окислившегося в красках, ваша краска не высохнет. Она даже есть в случае, это зафиксировано, когда краска просто стекает. При жаркой погоде стекает с поверхности работы. Такие лаки нужно выбрасывать. Не жалейте их, они, по крайней мере, не очень дорого стоят. Например, вам нужно покрыть работы, не сразу десяток работ. Покупаем свежий лак, смотрим на срок годности и кроем, баночку выбрасываем. Ну или какое-то время используем в краске, но как только срок годности разумный закончился, безжалостно выбрасываем. То же самое касается скипидара. Вот это у меня очень старый скипидар. Так вот, разливается. Старый скипидар, он уже срок годности давно прошел. Кстати, здесь написано, срок годности у производителя 4 года. 4 года, возможно, в идеальных условиях, когда он полностью не вскрытая коробка, и здесь, по сути, нет кислорода, то есть доверху удалита, может, он так и будет храниться 4 года. Но как только вы ее вскрыли, и здесь появился воздух, процесс окисления пошел. Вот, почитайте 9-го. Это не мои опыты. Мои наблюдения просто основаны на том, что я с этим сталкивался постоянно, когда покрываю старым лаком, и работа липнет. Или цветы пишу, там нужно большое количество разбавителей, они тоже не сохнут. Они какие-то, как будто вот такие липковато-живые. И это остается. Вот. То есть, я, может быть, ссылку под видео поставлю на эти лекции. Почитайте, очень интересно. Очень такой известный человек, профессор, который положил очень много сил и времени именно на масляную живопись, на ее базовую техническую сторону, на все испытания и так далее. Вот. Почему я не выбрасываю старый разбавитель, пенен, разбавитель номер 4? Он прекрасно подходит для снятия старых лаков. Но не просто смыл и оставил. Так тоже не очень хорошо. Нельзя оставлять вот этот, нежелательно оставлять скипидар. Его нужно смыть сразу же, смыть разбавителем, white spirit. White spirit у нас смолу не разбавит, он не в состоянии, это слабый совершенно разбавитель. Но он смоет уже нанесенное, нанесенное, то есть смыто вот этот, ну, вот эту композицию, вот которую я сейчас, всю сейчас и разбавлю. Слой лака у меня здесь маленький. Да, перед тем, кстати, важный момент. Если у вас работа висела в районе кухни, где-то или грязные условия, обязательно отмыть раствором детского мыла и хорошенько смыть водой. Так вот, слои у меня тонкие, совершенно тонкие. Я стараюсь максимально тонко скрыть лаком, чтобы не было как раз-таки вот этих желтых эффектов, чтобы проще было. Кстати, тут и нет ни грязи, ни разбавителя тут не чувствуется. Здесь он еще не пожелтел, по сути. Вот это я смываю для того, чтобы дописать работу. Вот, размыли, размягчили. Вот я чувствую такое прилипание, и вы это тоже почувствуете. Такой старый лак, вот такой, как бы, как, как вам сказать, такой липкость, липкость становится. Смыли. Можно обратной стороной убрать излишки и сразу же, сразу же в это мокрое вещество, пока оно мокрое, добавить хорошее количество white spirit. чтобы раз... А сейчас оно все отмоет. Вот это разбавленное, всю вот эту кашу старого лака и пенена. Отмоет. Можно пару, пару губочек. Вот, у нас прям поскрипывает. Краски не стираются. Ну, то есть, знаете, что white spirit и пенен не в состоянии разбавить или растворить старую краску, но старый лак, они прекрасно... Старый лак вот это вот вещество растворяет. Вот это нет. Так, все. Теперь можно дать высохнуть. Кстати, обязательно проветриваем. Это я вот вытяжку свою не включаю, чтобы не так шумно было. Вещества эти... Ну, вот это не такое токсичное, а вот это нейротоксичное вещество. Нейротоксичное. То есть, когнитивные... Ваши когнитивные свойства могут немножко понизиться со временем. Внимательно относитесь к технике безопасности именно при работе с лаками и пененом. Вот это white spirit, по крайней мере, финский вот этот. Текурил, он очень чистый в нем, но тоже здоровья не добавляет. Все, отмыли. Чистенько. Ну, здесь его почти и не было лака. Вот здесь его много лака. Вот здесь, я помню, залито было лаком. Вот его мне сейчас придется смывать. Все эту желтизну, грязь всю эту вековую. Отмыли. Теперь нам нужно для записи... Если вы покрываете лаком, дальше все, дали посохнуть, отсохнуть немножко, и свежим лаком покрыли, и все, еще 10-20 лет висит и радует вас эта работа. Домарный лак. Домарный лак считается самым лучшим. Хоть он желтеет, но он, как видите, легко меняется. Если, кстати, в вашей работе нет шансов, что они останутся в аналах истории и искусства, можете покрывать акрил стирольным лаком. Он у вас беспроблемно будет... Вообще акриловые лаки, они, сказал уже или нет, дают серый оттенок, но на большем протяжении времени, через 20-30-40 лет, если слой ваш будет тонкий, и даже на светлых белых работах вы его не заметите. Такой легкий серый оттеночек. Но реставраторы уже его ничем не отмоют. Вдруг им понадобится вот это вот, зачем-то там, зачем-нибудь отреставрировать вашу работу. Так вот, или покрываем лаком, или сейчас я делаю промежуточную, промежуточный слой вещества для второго сеанса. Это обязательно. Вы должны знать, как отче наш, ну, как закон, что краска на краску не липнет. Свежая краска на масло не липнет. Точнее, тут как? Она прилипнет. И прилипнет, будет много лет у вас висеть, и ничего страшного не случится. Пока не отвалится. Также почитайте Девятого, посмотрите его выкраски, там все эти эксперименты, все, что есть. Краска, она имеет такое свойство, это как мокрая, ну, вот аналог, по-моему, тот же Девятов, Михаил Девятов и привел, ну, это как мокрая глина, которую на стекло ты приклеиваешь, она разносится по стеклу и держится, но как только высыхает, она отваливается все сразу. Действительно, так и отваливается. То есть, уже вот эта высохшая краска, которой более года, она уже превращается в какой-то вот, ну, она не берет ничего. То есть, на него ты ничего не проклеишь без спецобработки. Нужна спецобработка. Или ретушным лаком, чего я не советую. Ретушный лак – это такое странное вещество, которое ты запросто потом при замене, при замене следующей лакировки ты смоешь вместе с прописями. Не хочу подробно останавливаться. Это такая большая тема, чтобы не уходить в сторону. Ретушный лак – это такая странная вещь. Ну, можно по ретушным лакам ретушью сделать, дописать, но потом вам покрывать придется с баллона, а потом как смывать, когда менять? Вы же смоете все вместе с вашей ретушью. Ретушный лак в составе ретушного лака та же домарная смола, тот же пенен. То есть, домарная смола, она обратима, то есть, она растворяется. То есть, не советую ретушный лак, лучше сделать вот такую композицию, такое вещество. Здесь шесть частей делятся, то есть, одна часть, ну, точнее, четыре части. Это в моем случае white spirit, поскольку на пененах, на всех этих, лучше также ограничить их использование в связи с тем, что это такой вот недолговечный у нас материал по хранению. Хотя материал прекрасный, но недолговечный. Вот этот срок годности не имеет абсолютно, испаряется без остатка, без проблемный материал. Единственный недостаток, он не растворяет лаки. То есть, лак он растворить не может. Вот, но прекрасный разбавитель для масляных красок. И масло разбавляет. Вот здесь вот есть один, шесть, четыре части white spirit, финский в моем случае. Можно любой, но лучше вот этот купить. Одна часть масла, уплотненного номер два. Вот это вот, уплотненное масло номер два. Немножко его здесь. White spirit прекрасно растворяет масла. Как сказал, лаки не растворяют, не в состоянии масла, растворяют. Акрилстирольный, кстати, лак он растворяет, но домарный не растворяет. Также не хочу в сторону уходить. Но вот, короче, здесь, наверное, вырежу этот кусочек. Какая-то сумбурная немножко. Но, надеюсь, вы понимаете. Должны разбираться в этих. Любой художник обязан быть хотя бы минимально грамотным. Вот в этих. Это не очень сложная наука. Что вас потом жизнь не наказала. Что вы там годы пишете, а у вас потом все там что-то или почернело, покоричневело, или отвалилось, или еще что-то с этим произошло. А еще, не дай бог, ладно у вас. А вы продали работы, а там с ними стало что-то происходить. Я хотел бы рассказать такую историю, коротко немножко в сторону. Я когда-то использовал краски Ладога в своей работе. Какой-то период, долгий период, может, года два. Они дешевле, мне казалось, я немножко сэкономлю. И в частности, кадмий темный, красный. Именно кадмий красный. Я помню, написал красную розу, большую, такую огромную, и подарил своей тете. Тут я тогда еще жил в Беларуси, она в Москве. Красивая там, все так. Такое большое. Спустя несколько лет, лет, наверное, 10, я, может, меньше немножко, я приезжаю к тете в гости, и, ужас, я вижу эту розу, она черная. Она черно-коричневая такая, красная, коричнево-бордовая, страшная, большая. Я там ничего не стал говорить, уже там, ужас какой, короче, что с ней. Моя тетя и дядя, они не видели разницы, потому что все это постепенно почернело как-то, но цвет ушел. На этом тюбике не написано, на этой ладоге, что цвет изменится, что это, что это, такого желтого треугольника, нет, не написано, что это только для какого-то временного эскиза, посмотрели и выбросили, что ими нельзя писать на длительные работы. Этого нет. Цвет изменился, причем там я ничего не добавлял, там было просто несколько смесей вот этих одного производителя ладоги. Я к тому, что вот как может наказать со временем вас несоблюдение техник, ну и так далее, и незнание каких-то моментов, в частности, пользование какими-то некачественными материалами, включая вот этот пенен, или там какими-то дешевыми красками, яркими красками, которые тоже меняют цвет, и, в общем, ужас. Вы продали работу, а она у человека за обозримый, за очень обозримый период времени изменилась кардинально. Вот это камушек в сторону завода мастер-класса. Ну, я не знаю, с этим надо что-то делать. Я не знаю, что там с сонетом, если ладога, вот так меняется, там у них три линейки сонет, ладога, мастер-класс, три категории, если что там с сонетом, что там намешано в этих ярких красках, они, конечно же, также поменяли свой цвет. Так вот, вернусь к маслу. Масло, здесь одна часть уплотненного масла номер два. Уплотненное масло, можно его использовать, но еще лучше его дополнительно уплотнить на солнце. Здесь на заводах его оксидируют, там в закрытых льняное масло, такое художественное, обычно, его дополнительно оксидируют в закрытых емкостях без доступа воздуха под давлением при температуре, уплотняют. Но его можно еще оксидировать на воздухе. Вот у меня весной, тут еще прошлое весной, наливаете, знаете, наверное, слышали, тонким слоем в какую-нибудь емкость, ставите на солнышко, накрываете стеклом, чтобы был доступ воздуха, стеклом от того, чтобы пыль не сыпалась. Здесь у меня вот такого масла, тут его немножко осталось, у меня уже этого вещества почти нет, новая партия готовится на одном из балконов, я как-нибудь покажу, насколько это важно и как это делать, такое масло. Это суперматериал при использовании в живописи, при использовании вот в таких промежуточных составах, то есть уплотненное масло, одна часть, очень уплотненное, масляный лак еще называют это вещество, то есть из масла получается лак, вот, и одна часть спирта. Здесь у меня пищевой спирт, медицинский точнее, также можно использовать изопропиловый спирт, вот этот недорогой продается, это не питьевой ни в коем случае, это спирт для протирки деталей и так далее, он также подходит. Для чего он здесь нужен? Одна часть, одна шестая часть спирта растворяет немножко краску, не растворяет, она открывает поры, то есть краска, она уже закрыта, то есть чтобы избежать эффекта, о котором я вам говорил, верхний слой не прилипает к нижнему, нам нужно, во-первых, клеящее вещество, масло льняное, уплотненное, очень уплотненное, и плюс спирт, который немножко взрыхлит краску, спирт как бы взрыхляет, он более мощный разбавитель, чем white spirit или же пенен, так вот спирт взрыхляет, появляются микропоры, в которые заплывает вот это наше масло, уплотненное, как бы тончайший слой, и все, оно связывается, а уже к этому свежему маслу сегодняшний мой сеанс пойдет как, грубо говоря, как по маслу пойдет, и все склеится отлично, тоже проверено, не мной проверено, проверено технологами масляной живописи, зарубежными, отечественными, советскими, так вот, все тут высохло давно, даже запах ушел, вот, наносим небольшое количество, нам нужно минимальное количество масла, минимальное количество, кстати, вот этот процент, ну, 6 частей, можно немножко, если у вас совсем старая работа, можно немножко увеличить процент, процент, свежая губка нужна, так, вот, свежая, процент, кстати, эти губки, чтобы не пахли, выбрасываем, повторюсь, скипидар, нейротоксичное вещество, нам нужен тонкий слой, максимально тонкий слой, особенно, если вы пишете по светлой работе, что-то дописываете, светлые места, потому что масло желтеет, любое масло со временем или желтеет, или очень сильно желтеет, в зависимости от слоя, как вот здесь, вот здесь, тут и масло пожелтело, то есть, стараемся, нам нужно, чтобы вот это масло немножко зашло в поры, был тончайший слой вот этого вещества, и все, и уже в течение, ну, не суток, в зависимости от температуры, летом, конечно, поменьше, мы можем работать, это масло будет прекрасно связывать с верхним слоем, но как только оно высохло, прошло там сутки, все, нужно, опять же, или ждать, и делать еще одну обработку, то есть, опять же, на высохшее масло не пишем, иначе это нарушение технологии отвалится рано или поздно, вот, разнесли, можно увеличить процент скипида, white spirit, чтобы, ну, можно тогда смело залить, будет небольшое количество, процентное соотношение масла, соответственно, можно так смелее немножко разносить, все, нанесли, посмотрели, кстати, на окно вы не поймете количество, с сухой кожей руки, почти ничего не должно чувствоваться, может чувствовать, чуть-чуть холодок такой, то, что это влажное, но никакого жира, ничего масла не должно быть, ну, самое минимальное количество масла должно быть, вот, то есть, боимся пожелтения, масло желтеет, ну, еще раз вернусь, оно само по себе, в чистом виде, особенно на светлом, на чем-то, оно очень сильно, дает коричневато-желтый оттенок, иногда теплым работам это идет, иногда идет, и это так называемый галерейный оттенок, только украшает работу, он ее собирает, но, например, голубым оттенком это не нужно, оно грязнит, сильно грязнит, в красках масла, именно в красках, в масляных масках, это незаметно, то есть считается, что оно не желтеет, хотя оно, конечно, желтеет, но поскольку в нем растворен пигмент, и вот эти частички, буквально частички пигмента не дают увидеть, что в глубине там что-то пожелтело, то есть, ну, сами понимаете, там каша из пигмента скорее, и виден скорее пигмент, чем этот легкий оттенок пожелтевшего масла, а в чистом виде, на светлом, она, это масло, это масло, будет со временем, причем быстрым временем, может там через несколько лет вы это все заметите. Вот все, промаслил, прекрасный, кстати, запах, запах спирта, питьевого, медицинского, питьевого, запах масла, и white spirit, который не пахнет. Все, у меня есть несколько часов, ну, целый сеанс большой, без нарушения технологий все это выпишу, и потом, по окончании, я могу, по высыханию, я могу покрыть, залить все это свежим же лаком, и цикл повторится, может, когда-нибудь еще через несколько лет захочу что-то изменить, я также все снимаю старый лак, делаю вот эту межслойную обработку, и дописываю. Вот сейчас дописываю картину, и плачу, я даже не знал, насколько все так плохо с красками, мастер-классовскими, с невской палитрой точнее, как повыскакивали цвета какие-то, какие-то потухли вообще, я сейчас покрупнее поставлю, в общем, что-то осталось неизменно, какие-то особенно, хорошо разбеленные какие-то места, что-то тонкое, лессированное, исчезло вообще, какие-то пигменты, и тут был клевер у меня нарисован, нет клевера, цветочки какие-то розовые, нет цветочка, сейчас покажу как-нибудь, вот тут были цветы розовые, осталась какая-то ерунда, здесь клевер был, нет, от таких оттенков холодных, тут яркие были, холодные, изумрудные, тоже ничего не осталось, вот здесь почему-то осталось, вот здесь их нет, в общем, что-то выскочило, что-то исчезло, что-то осталось на своем, вот тут я уже замазал немножко, тут выскочили абсолютно черные места, абсолютно черные, вот в кошке, я не мог теоретически близко написать таким черным цветом, ни кошку, ни в тени, это все-таки расстояние, вот это Марс коричневый мастер-класс, плюс что-то синее, или FC, или ультрамарин, вот такая вот история, какие-то повыскакивали, какие-то коричневые, вот тут я замазал, там был такой неприятный оттенок, какой-то неестественный вышел, откуда он, я не знаю, я не помню, что за цвета, но это все краски мастер-класс, линейки Илижа, Ладога, которые я пишу уже все эти, там 20-30, только этими красками, вот такая вот какафония получается спустя 10 лет, вывод, пишите, ну по крайней мере вот такими, если уже мастер-класс, то есть если дневская палитра, то мастер-класс, хоть они безбожно разбавляют, чтобы бизнес шел, тут пигмента мало, в отличие от западных красок, некоторых западных красок, где пигменты не жалеют, там ты купил уже какой-нибудь Вестра Ньютон и пишешь долго, или там еще, тем более, Олд Холланд какой-нибудь, там один пигмент, там нет никаких наполнителей, вот, ну не об этом дело, а то, что, ну выбирайте, собирайте себе палитру, где есть три звездочки, так называемые вечные краски, которые не выцветают, и у вас, чтобы вас так время не наказывало, какое время, 10 лет, какое-то время, я помню, как я рисовал этот клевер, я помню эти моменты, я помню, что я замешивал, мне нравился этот клевер, он такой был заметный немножко, вот, что тут исчезло, куда вот эти красные, были бордовые, осенние, предосенние краски, какая-то получилась, ну однообразная муть какая-то, и насыщенность ушла, возможно, я там и применял вот этот кадмикрасный, темный ладыги, вот, спасибо за внимание, как говорится, подписывайтесь, до встречи на моем канале, счастливо, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,